Шахматный поле обошел всю доску, начав с какого-то поля, где написали число 1, потом перепрыгнув на поле номер 2, на поле номер 3 и так далее, на поле номер 64. Если бы мы оставили все эти номера, то доска была просто заполнена числами от 1 до 64. А мы стерли все, что не делится на 4. Оставили только четвертую часть номеров. Оказывается, можно восстановить маршрук коня. Чтобы это не превратилось в то, что вы сидите, решаете, решаете, а потом не получилось, давайте договоримся так. Я прошу вас не сразу давать всю доску заполненную, ну и кроме того, как-то вам проверить, доказали вы, что решение единственное или не доказали, да, если вы сразу погодите. А по одной клеточке. То есть вы придумываете что-то, доказываете, что там на такой-то клетке должно быть написано именно такое число. И мы тогда пишем. Чтобы легче было разговариваться, напоминаю, как всегда в шахтах, в анонсацию. Помните, да? А, В, С, В, Е, М, Ж, Х. Ну и здесь 1, 2, 3, 4. Работаем. Как только кто-то поймет какое-то поле, прошу сразу выходить к доске и пытайтесь решить задать клетку. Во-первых, не получится, а во-вторых, мы не для этого сюда пришли. Надо восстанавливать по ночам. Есть шахтная доска, шахтный конь обошел ее, побывав на каждом поле по одному разу. Соответственно, начался поле номер 1, потом 2, 3 и так далее, все это 4. Требуется восстановить его маршрут, если четвертая часть полей указана, а 3 четверти не указана. Понятно? Да и 5 секунд, 54. Почему? В том число. Почему? Почему? У нас всего 4, 4, 5, а 5 секунд, 56. Так, нужно дойти отсюда сюда, да? Так, мы отсюда идем куда-то сюда. Это будет где-то здесь 53. Отсюда идем куда-нибудь вот сюда. Если мы будем с другой стороны здесь. То уже не дойдем за два хода, да? Здесь тоже не дойдем за два хода. Отлично, значит, куда-то идем сюда и что? И они могут сойти сюда, а только здесь. Ага, вообще-то он прав, все полежицы? Угу. То есть идея замечательная будет. Спасибо, все, абсолютно правильно. Отсюда мы можем попасть на одной из этих полей. Отсюда на одной из этих, но чтобы успеть дойти, на самом деле на одной из этих. И эти поля вот с этими двумя с этими, то есть здесь 54, в абсолютном правом. Это, конечно, очень небольшой кусочек работы, но... Ничего страшного. Но он сделал. Но он сделал. Это не просто, что Дениска, который не может попасть на. Почему? Потому что здесь идеография, то все эти домки. Да. Семь где-то... То есть семь связанных с восьмеркой, да? Вот где-то здесь или здесь, Семен, и что? Ну, чтобы прийти сюда возле снаружи и изнутри, и везде бы здесь пересекаться. Вот. Ребята, во-первых, может быть, он и прав. Он и прав. А во-вторых, слишком, простите, вязкая эта рассуждение. Вот смотрите, когда вы что-то доказываете, то есть уровень доказательства чемпиона мира по шахту. Их эта голова так устроит, они настолько хорошо знают все эти там ходы и так далее, что чемпион мира по шахту, а баба, этот головоломка решил мгновенно. Он просто понимает, как конь ходит, он всю жизнь этим занимается. А вот давайте-ка мы останемся на уровне человека, который вообще никогда не играл в шахту, и для которого проследить несколько ходов тяжело. Понятно, чем я говорю, да? У меня, ребята, так надежные. Давайте, нет, я не хочу вас такое сложное рассуждение, смотрите, пожалуйста. Я хочу совсем простое чего-то. Совсем простое. Что убедит любого из вас, кто даже никогда не играл в шахту. Посмотрите на угол. Только смотрите, не на этот угол, потому что здесь совершенно непонятно, где тут масса свободных полей, да? А на какой-нибудь, вот на этот, или на этот, или на этот. На угол, при котором есть какая-то информация. И не обязательно сразу понимать, что там. Есть такая идея. Хотя бы часть информации как-то суметь отметить. Дальше. Я считаю, что начало должно быть здесь, потому что если мы начали здесь, либо здесь, мы должны... Здрасте, а почему мы не можем начать? Примф вообще в центре достать. Мы должны потом прийти к этому, к этой точке, а здесь только один выход. Вот. Вот это разумно. Смотрите, у нас есть угол, который связан вообще-то ходом коня с двумя клетками. Да. Поэтому один вариант. Один, два, три, четыре и так далее. Ну, секунду, но есть другой вариант. Шестьдесят три, шестьдесят два. Вот если вы мне объясните, почему здесь не шестьдесят три, ну, у нашего маршрута есть конец и начало, понимаете, да? Да. Вот быть таким промежуточным полем угол не может, потому что здесь шестьдесят четыре. Здесь или единица, или шестьдесят три. Как вы считаете, может быть шестьдесят три? Нет. Почему? Ну, уже шестьдесят два, ну, это шестьдесят, но не успеете. Молодец. Смотрите, шестьдесят вот здесь. Видите? И шестьдесят вот здесь. Если здесь шестьдесят три, то здесь шестьдесят два, и не успеешь, да? Да? Шестьдесят два, значит, где-то будет шестьдесят один на одном из этих полей, и ты не попадешь. Все. Значит, здесь что? Один. Пишите. Один, соответственно, в детстве на путь, в детстве на поле B3 двойка. Пусть 54 тройка. Называется D4. Здесь тройка. Смотрите, ребята, рассмотрев один угол, мы заполнили сразу три клеточки. а это очень хорошо. Можно, возможно, вот это. Сорок семь. Смотрите, оно связано с числом сорок плюс. Поэтому или здесь сорок семь, или здесь сорок девять. Ну, да. Ну, давайте. Какой из этих вариантов невозможно? Ну, вот сорок пятьдесят должно быть пятьдесят. Пятьдесят будет вот здесь. Пятьдесят будет вот здесь. И что? Получается, что... Вот именно, до пятидесят двух. Смотрите, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, а пятьдесят два у нас здесь. За два хода не дойдешь. Слишком слишком. Отлично. Значит... Спасибо. Все поняли? Сорок семь. А значит... Сорок в восемь, сорок девять. Так? Сорок девять. Нет, стоп. А, нет, стоп. Сорок шесть тогда где-то внизу. Сорок шесть-то здесь. Yahoo! Здесь сорок шесть. Сорок шесть, да. И дальше проблемы. Сорок пять здесь, здесь. Непонятно где. Можно так прыгнуть? 45-44. А можно там, 45-44. По стопу два варианта мы не можем посетить. Мы не знаем. Ну, я думаю, что сейчас пока еще рано рассматривать угол h1, потому что там пока что нет вообще основы. Да-да-да. Нижний правый угол, в общем, пустой. Да-да-да. Но поле, где стоит число 52, разве оно не дает информации? Да-да-да. Кого? На какой-то из клеток? Либо под B6, либо... Скажите. Либо B6, либо C7. Должна быть 52, потому что... Да. И как это отметить? То есть это абсолютно верно. У меня предложение. А давайте я напишу так, что вот есть два числа, и мы не знаем, то есть, может быть, их можно представить. Что это за числа? Это мы вот сюда вошли, и мы же не знаем, и мы не знаем, то есть, может быть, их можно представить. Что это за числа такие? 53, 54. 51 и 53. Это числа соседние в нейтральном ряду с числом 52. И смотрите, с числом 54 оба варианта сходятся. Тогда надо будет с числом 51, а тогда надо будет идти до 48. Да. А 48 вот здесь? 48, вот здесь. 48, вот здесь. 48, вот здесь. И мы туда... 48, 49, 50, 51. Так бывает. Я понимаю. А вот если здесь 51, так бывает? Да. 51, вполне возможно. Хорошо. А если так? 48, 49. 50. 50. 50, 51. Поэтому мы не можем, к сожалению, выбрать между двумя этими. В Е5. Если мы... А, нет. У нас здесь будет истинка. Нужно либо заполнить клеточку, либо хотя бы вот так показать, что один из этих вариантов. Ладно. Какие? Надо как-то исключать одно из полей. Знаете, нужно искать поле, про которое можно все понять Да, пожалуйста. Если так 8, 49, то нам нужно 50 либо тут, либо ты. Да. А так кто-то 51 или тут 51. Да. Тогда мы... То что получается? 48, 49, 50, 50. Чем плохо? Да, господа. Смотрите. Нужно найти... Смотрите, пожалуйста. Нужно найти поле, про которое легко все понять. Есть огромное отличие человека от компьютера. Человек с труду проверяет несколько вариантов. Вот компьютер разбит задачу на тысячу отдельных задач, и каждую из них решить, все не проблема. Вы никогда не смотрели у своего компьютера, сколько там одновременно идет процессов? Смотрела. А? Смотрела. Какое-то огромное количество, правда? Очень много. И сколько у него в памяти лежит файлов во время работы? Ну, это... Во время работы. Абсолютно чудовищное количество. А что это не так устроено? Человеку даже, не знаю, пять вариантов уже тяжело. Их приходится выписывать в бумагу и так далее. А много вариантов уже забываешься. Я считаю, что здесь должно быть 29. Почему? Потому что если 10, 29, 30, 31... Смотрите. Во-первых, здесь вариантов 29 сюда тоже придется проверять. Ну да. 29, 30, 31. Здесь уже никак не получится 32. Ага, то есть вы хотите сказать, что 28 и 32 расположены довольно далеко? Довольно. В принципе, да. 29, 30, 31, 32. Это один способ? Да. 29, 30. 29, 30, 31 не получается. Ага, 29, 30. 31, 39. Тоже на каком хорошей идее. Господа, смотрите, какая вещь. От поля 32 мы можем попасть на одну из вот этих клеток. От поля 28 мы можем попасть... Это будет там 31 где-то. 29 на одну из вот этих клеток. Значит, вот где-то здесь написано 31, где-то здесь написано 29. Понятно? что не видно. В поле 28 где-то здесь 29, а где-то здесь написано 31. Теперь вопрос. Как за два хода попасть с 29 на 31? А тут же не получается. Ну вот, например, отсюда мы можем за один ход попасть сюда. То есть все хорошо. На одну из этих полей, а потом туда прыгнем. Мы можем, если сходить... А вот отсюда. Если сходить на эти поля здесь никак не получается. Ну почему? 28, 29, 30, 35. Проблема. Более одного варианта. Нет? Нет? Не нравится мне эта идея. Не нравится мне эта идея. Дело в том, что здесь есть еще совсем простые вещи, которые вы не заметили. А вы уже летите в разбор вариантов. На вот этих полях должно быть 52. Ой, 55. Почему? Мне кажется, что... Ну да, 54, 55. Правильно. На одном из этих полей должно быть 55. Ну а как это написать? Не очень понятно. Господа, еще раз. Найдите возможность заполнить клетку. Это намного лучше, чем когда вы... Я считаю, что все происходит здесь. Почему? Потому что... Извините. Наоборот, я считаю, что все происходит здесь. Потому что если бы оно находилось здесь... Да? А что бы вы не ездили здесь? Конечно, если бы начало, я бы не попросил. Чего? Не понял. Потому что если бы оно находилось здесь, то вот на этом поле... А, вы в принципе хотите, чтобы мы посмотрели на вот этот клеток, да? И задали себе вопрос, с чем она соединена? Ну, смотрите... 28, 29... Сейчас... 28, 29... Не допрыгаешь, да? До 32 уже не допрыгаешь. Так... Значит, 28... Так... С 64... 64... 63... 62... 61... И так далее. Все. Не получилось у вас. Да. Я придумал другой способ. Ваши. Можно обратить внимание на вот эти два числа? Потому что здесь... Ну, здесь сроки 5 либо здесь либо здесь, а то мы уже говорили. А, да. А, да. А, да. Очень... Да, да. Надо целенаправленно искать на доске место. Примерно такое, как вы здесь показали, только чтобы связей было еще меньше. И чтобы в тех местах, куда может допрыгать конь, уже что-то стояло. У меня появилась идея, как найти числа 35, 34, 33. Как? Если мы пойдем вот сюда, то у нас здесь получится 35. Ну, примерно. Если мы пойдем сюда, то у нас получится 34. Да. 33, 32. Ребята, главная цель этого занятия – объяснить вам, что вот так рассуждать нельзя. Потому что... Ребята, давайте я объясню быстренько в его стиле, что каждый из вас сегодня с утра ограбит банк. Рассказать? Да. Очень легко. Смотрите. Если бы вы ограбили банк, то у вас были бы деньги для того, чтобы позавтракать и сюда приехать. Правда ли? Да. Замечательно. Вы сюда приехали? Да. Вы позавтракали? Да. Значит, банк ограбится. Это уже достаточно. Ребята, если, что называется, в каком-то случае все хорошо получилось, это вовсе не означает, что это единственный вариант. Вы понимаете? Вы могли позавтракать и без того, чтобы грабить банку. У вас есть. Ну да. Можно... Это принципиально неверная идея. Если, что называется, что-то сходится, все хорошо получилось, это вовсе не означает, что это единственный вариант. Может быть и в другом варианте тоже все хорошо сойдется. Пожалуйста, найдите мне поле, у которого мало связи. Желательно только одно какое-нибудь поле пустое, с чем оно соединено, а остальные за пол. Есть такие поля вообще в доске? Я вижу одно поле, какое? Какое поле? Я такое поле знаю. Да, надо просто посмотреть на все поля и увидеть, где там у нас такое вот... поле. Еще раз. Ищем поле, которое ходом коня связано только с полями, которые уже у нас закрашены. Восемь, ну, в том, оно ни с чем вообще. Нет, не поле. Какое поле? Е восемь. Е восемь. Это имеется в виду вот этот поле, да? Так оно связано вот с этими. Интересно. Мы про них ничего не знаем. А надо наоборот, чтобы мы про все, кроме, может быть, одного, знали, что там написано. Ну, можно взять соседа. Ф-8, там соседствует 32, 46. Ф-8, здесь вот эти поля непонятные. А. Понимаете, когда есть два соседних непонятных поля, то там по большому счету может все что угодно. Есть. Уже вы правда не видите? Не умеете перебирать поля? Я пока не вижу. Пока. А-3. А вот это хорошее место. Это хорошее место А-3. Смотрите, почему оно хорошее. Потому что, ну, здесь, конечно, варианты есть в небольшом количестве. Скажем так, сорок, да? Сорок, вот с ним соедино, с ним четверка соедино, с ним шестьдесят четыре соедино. Числа, которые близки друг к другу. Да, 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 да. Ну, вот давайте посмотрим. Может ли это поле быть соедино с четверкой? Один, два, три, четыре, дальше что идет? Пять. Пять. Дальше что пойдет? Шесть. Автоматически сюда. Шесть. Шесть. Потом где-то здесь семь. А где-то здесь? Где-то. И где-то. На C-3. Здесь на C-3. То есть вот такой вариант работает, да? Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Один вариант работает. Теперь другой вариант. Может ли оно быть связано с числом сорок? Нет. Почему? Понятно. Куда мы его отчитаем? А, мы его на сорок четыре. До чего не дойдем? Сорок. Сорок один. Сорок два. Да, не допрекаешь. Ну да. Хорошо. А сорок тридцать девять. Тридцать восемь. Тридцать восемь. Тридцать восемь. А до тридцати шести не допрыгаешь. А до тридцати шести не допрыгаешь. Слушайте, как хорошо. По-моему получается, что с числом сорок оно никак не может связано. Правильно? Да. Давайте еще раз последнее. 40, 39, 38 и очевидно уже далеко до тридцати шести. Ну да. 40, 41, 42 и далеко до четыре. Отлично с числом сорок не связано. а с числом шестьдесят четыре шестьдесят четыре шестьдесят три шестьдесят три до шестидесяти не успеем спасибо вам за это предложение поле А3 помните, оно связано с какими-то двумя итак, один, два, три, четыре поскольку мы уже поняли что ни с числом сорок ни с числом шестьдесят четыре нельзя то здесь будет пятерка значит здесь что? шесть шесть все, наконец-то господа, это замечательно мы уже очень долго прошли а на С5 надо еще вот H6 нет, никакого H не бывает H6 да там можно поставить 12 стоп там есть связи с вопросом секунду формулировка неправильная можно поставить 13 почему? потому что вы хотите объясняйте посчитаете что на поле H6 можно поставить только 13 почему? потому что потому что оно взаимодействует 44 48 12 да ну если мы идем на 44 и поставим 45 мы уже знаем что 45 либо здесь либо здесь поэтому с числом 44 оно может взаимодействовать нет почему? только как 43 да и что? 43 мы тоже надойдем почему? 43 42 42 а сюда не допрытишь да 40 слишком далеко да? да, замечательно с числом 44 не можем дальше 48 тоже нельзя почему? так как ну 47 уже здесь есть поэтому 49 сюда поставим то отлично значит поэтому и 11 тоже взят 11 если мы поставим сюда да 11 новых там 10 да 9 отлично ты услышал что такое? да по очереди то есть перебирал вот это число и понял что там ничего не получается и значит здесь опять стоило 13 а здесь что? 14 14 так и на самом деле еще и дальше напомните 14 и 16 должны быть все едины значит мы знаем где 15 очень хорошо очень хорошо очень хорошо ну ребята есть еще одно очень простое место на которое я давно наделся вы его все еще не говорите есть идея молодец именно осина поле азин не может она уже разная 3 4 5 кроме этого она связана с полем из 16 ну да понятно и при этом 15 16 значит это дали 17 конечно 18 все 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 16 17 18 17 и вспоминаем где 20 с 18 до 20 единственным способом он нам уже примет вот так ребята мы будем продвинуться добро на c5 возможно есть на кордине 9 так как здесь мы знаем что всего два числа должно быть либо это 53 либо это 51 соответственно здесь 9 просто не может быть а единственное поле а действительно смотрите если мы уже припрыгали сюда 7 8 может здесь быть 9 а 9 ну почему если здесь 9 то вот здесь 10 ну да нам надо еще когда прыгать на 12 надо прыгать идеально смотрите 8 9 10 11 12 или 8 9 10 11 12 да соответственно 11 11 кстати говоря вообще пересечения молодец молодец если есть несколько вариантов все все сделайте если есть несколько вариантов но при этом в этих вариантах некоторое поле одно и то же везде то это самое поле можно написать давайте еще раз с 8 можно прыгать либо сюда либо сюда 8 9 либо здесь либо здесь после этого чтобы попасть на 12 скажем так 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 я вам показал сейчас два не пересекающихся маршрута а значит ни одно поле не удалось заполнить то есть вы показали два маршрута и у них было общее число 11 но кроме этих есть еще то есть мы запомнили вот эту пазу вот так вот здесь он должен служить чтобы идти 45 отлично поскольку мы знаем где 15 а 46 и 44 соединены двумя способами а один из них сейчас будет принят значит мы знаем и 45 некоторые поля уже заполнены и поэтому постепенно да я считаю что где это стоит и и 48 и 46 уже стоит и 47 и 48 стоит есть идея 2 стоит 21 потому что единственное поле где он может вообще стоять чтобы от 20 выйти к пустому полю это только на C1 молодец потому что больше у него выходов просто 19 20 20 а до 23 еще как бы 21 совершенно верю 21 пишут так все сознают 21 21 лично 22 22 23 24 21 22 23 24 23 23 24 24 и поэтому вы не знаете где 22 поскольку можно поверить вот так и можно поверить вот так то непонятно какой здесь способ пожалуйста я считаю что здесь 41 42 почему 43 потому что если считать здесь 41 42 тут не получается 41 42 42 43 44 или 40 41 42 43 44 или 40 41 43 44 44 не получается например ищите поле у которого почти все соседи уже известны да 55 потому что 54 а по-другому не может соединиться 56 а вот это хорошо помните когда мы поставили 54 и 56 то мы говорили что пройти можно или так или так но поскольку число 7 поставили у нас отлично отлично мы уже поставили семерку и поэтому знаем где 55 да хорошо еще одну пользу можно можно нет надо выйти к коске и говорить кромче да давай еще есть поле да да с 18 она не может соединиться почему у нас уже есть 19 да не может да конечно дальше остается 40 и пустое поле да я считаю что здесь можно выинтируют команду я вас очень прошу да получается что здесь либо 39 либо 41 да этих два варианта надо смотреть если здесь 39 то получается она должна дойти до 36 в принципе он не может если здесь 41 41 41 то мы по типу раздеваем ну все да чинить не нужно сказать да все садитесь ну это просто сроку надо научиться ну не нет нам бы что-нибудь такое простое потому что не не потому что нет поля поищите где-нибудь поле у которого про его соседей почти все есть да скажите какой 57 что такое 57 не понимаю на на F2 на F2 вы думаете что здесь 57 ну давайте думать смотрите 55 55 56 это 1 55 57 да 58 59 60 поэтому не очевидно поняли заполнить ту клетку который мы предполагаем не понимаю ну то есть запомнить бы доказательство клетку B2 чем ее заполнить да ну у нас пока что-то нет непонятно соседей то нет только 40 здесь есть еще клетки у которых почти все заполнено так 60 надежная 60 60 60 61 G5 это одна из самых неудачных клеток потому что у нее 2 даже 3 свободных соседей может быть вообще все что угодно ну идите поле поле с которого там максимум одна клетка неизвестная а про остальные мы хоть что-нибудь не знаем я думаю это есть есть советная G3 нельзя попробовать потому что у нее 3 рядных свободных клеток нельзя да вот это вот это вот это ну вариантов довольно много смотрите может быть 9 нет есть более простая вещь честно вот здесь мы сидели B8 ну молодец конечно конечно B8 очень простая клеточка но там только 36 да но у нее связи еще есть 35 мы идем смотрите 17 18 19 значит 18 не может быть связана с этим так остается только 36 остается 36 остается 36 значит какие здесь варианты 35 35 здесь тогда здесь 34 и это хорошо или 37 да тогда здесь 38 37 39 и 40 ой оба варианта оба варианта годятся поэтому к сожалению я не прав что советовал вам ответ плохо хорошо давайте опять есть конечно давайте посмотрим опять с чем она соединена 18 42 с двойкой не соединена так с двойкой не соединена с числом 40 с 18 она не может с 18 она не может с 18 значит она связана с числом 40 так да так какие варианты либо 39 38 37 36 а 36 37 на c5 36 на a6 так 36 36 29 да мы через c5 приходим то есть 39 38 37 36 отлично 40 41 да 42 а через d6 43 43 44 ужасно не подходит я бы глупого варианта ничего хорошего не даю до этого момента вы реально решали сами согласны ну да другое дело что все вместе ну здесь если каждого ждать то в общем состали все так кстати еще ребят когда вы учитесь математике ни в коем случае не верите тем кто считает что мы все должны сами выучить сейчас туалет говорит важно почему почему потому что история человечества доказывает что вот жили люди ничем не глубее нас с вами я не знаю там пять тысяч лет назад почему то они хотя очень хотели но не изобрели многое из того чем мы сейчас пользуемся так да почему так получается очень просто потому что все таки человек к сожалению живет очень недолго это вам кажется что школа такая длинная а если так посмотреть совсем недолго каких то там 11 лет потом институт еще короче а потом вам уже работать надо соответственно крайне важно быстро получить те знания которые человечество задало тысячи и тысячи лет поэтому когда у вас здесь такая замечательная 57-я школа вы слышали? или там вторая школа или вторая школа да они всегда страшно как дятся тем что а вот у нас ученики все делают сами они до всего доходят сами замечательный вопрос почему там очень многие ученики могут все делать сами потому что у очень многих учеников есть репетиторы которые им все это рассказывают а еще у очень многих учеников есть родители математики какие-нибудь другие ученые не такие господа когда вам что-то подсказывают рассказывают ни в коем случае не надо так сказать этим пренупрегать да я думаю что я выбираю два потому что 55 56 57 58 59 и 600 это хорошая идея обороны нет вы думаете это одно другое дело что надо все остальные варианты я знаю этих вариантов к сожалению много 8 9 так что там дальше 10 я хотела 8 9 10 1 вы не понимаете разницу между бы хотел и разберем все возможные варианты мы сейчас не ищем какой-то хороший вариант а перебираем все и пытаемся доказать что по-другому там не бывает все получается? 63 точно на Е1 просто потому что больше нет вариантов как дойти до 60 то есть здесь 64 куда-то надо прыгать а вот это мысль с 64 надо куда-то прыгать а все поля закрепят здесь 63 а вот с 62 там уже много вариантов как можно сказать 62 стоит на одном из этих трех полей ну смотри как 60, 61 60, 61, 62 не допрыгаешь 60, 61, 62 допрыгаешь 60, 61 не допрыгаешь еще раз смотрите если здесь стоит 61 то конь не может за два конца ударить если здесь стоит 61 тоже не успеет значит где стоит 61 здесь здесь а 61 да нет, мы не знаем так будет или так но 61 здесь поэтому не так мало вы сделали ну тут теперь получается что 100% на B2 получается что там 100% 57 потому что больше чисел ну нет чисел которые связаны с B2 но они все в цепочках у них у тех уже есть вариант давайте проверять 7, 8, 9 у тебя плохая цепочка непонятно да ну ну с девяткой там вообще загадочная история где же она все-таки стоит она пойдет а если мы поставим B2 сюда тогда у нас сюда тогда у нас у нас исключается вариант 8, 9 так что здесь уже закрыто и что тогда только сюда мне нужно как-то внятное рассуждение я не понимаю что какие-то не знаю сейчас я ее сейчас я ее не знаю это что давайте Продолжение следует... 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 Ну, 59, а тут она уже занята. А, уж иди, спасибо. 56, а нужно куда-то выходить. Не на семерку, а на 55. Значит, либо сюда, либо сюда. 56, 57, 57. И нужно за два хода дойти сюда. Вот это поле займет. Понимаете? Замечательно, значит, сюда нельзя. Значит, придется идти 57 сюда. Очень хорошо. Соответственно. Так, 57. Ну, значит, 58 на Е4. У нас вариантов больше нет. Потому что в угол надо зайти. В угол надо зайти обязательно. 58. Можно сказать, что это же 3. Что сказать? Я пишу сейчас. Так, 56, 57. В угол надо зайти обязательно. Значит, 58, 59. Отлично, 60. Так, заметьте. Этот угол за полгода стоит. Пожалуйста. Я считаю, что здесь можно только 22, 23 и 24. Потому что если 22, то здесь уже тупик. Ага. Ага. Значит, единственный вариант. 21, 22, 23 и 24. Отлично. Все согласны? Да. Так. 21, 22, 23, 24. Отлично. Осталось понять. Да. Да. Ага. Я еще понял, что у нас есть 8, 24, но у нас есть только одни путем. Это вот правда. На самом деле, ребята, все проще. Останьте, пожалуйста. Я с вами помню. 21, 22, 23, 24. Подумайте. Следующую. Очевидно. Какой клеток у нас будет? Да. 25, 5. Вот. Сюда 2. 5. 26. Еще потом 7. Давайте я запомню сначала сюда. Потом. Дальше вопрос. На Е4. Почему? Потому что если не упадет. А, вот. Да. Дальше. Давайте. Давайте. 25, 24, 23, 22, 25. А у меня 27. А у меня 27. Ой, извините. А у меня 27. Да, да, да. У тебя, да, да. Так, я не чувствую. Так, да. Интереснее, кто 26, да, писать? Да. 26. У меня есть. 27 точно. 27. И здесь или здесь? Потому что здесь поле 28. Сюда же нельзя прийти? Если можно на F, можно на F, можно на F3 и... 20... Что там у нас? А, я понял. Что вы понял? Ага. Похоже. Вот непонятно. Да. 26 написано на одном из этих двух мест. Здесь именно непонятно. Я объясню, где девятка. Тут девятка может быть я готова. Потому что, если сюда девятку поставить, то надо куда-то поставить десятку. Это сюда. Да. Нет, тут вариантов много. В общем, если вот здесь у нас стоит девять, то десятка стоит на одном из этих парень. И что? Сюда поставить десятку на десятку. Нет. Как только возникает много вариантов, нужно останавливаться. Ищите место. Тут уже почти вся рассказа полная. Ребята, все не так сложно. Было тяжело в начале, когда было мало известных полей. Сейчас уже очень многие полей есть. Нужно 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31. Значит, я отказываюсь считать на десять ходов вперед. В том-то и дело, что с самого начала я говорил, если вы разрешаете себе считать на очень много ходов вперед, то задачу, конечно, можно решить быстро. Только мы запутаемся. Да просто. Мне нужны какие-то коронкие, четкие соображения. Смотрите. У нас здесь поле арси. Да. С двенадцати, у нас что-нибудь не может. Почему? С двенадцати. А если мы сюда поставим одиннадцать, то здесь уже поставить десять. А до сих пор мы уже не можем идти. Так. Давайте проверяем. Двенадцать, одиннадцать, десять. И сюда, естественно, кидаете уже. Да. Здесь не одиннадцать. Дальше. У нас это касается только пустой поле и двадцать 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 двадцать. Да. Значит, тут у нас то ли двадцать семь, то ли двадцать девять. Да. И что? И что? Я ищу, что-то у нас за пункт. А, хорошо. Это я согласен за пункт. Давайте напишем так. На этом месте стоит ноли двадцать семь, ноли двадцать девять. Но непонятно что. А, кстати, это может даже продолжить. С�� Plaza на этом поле стоит. Вот на этом поле а потом стоит что? Двадцать восемь, двадцать девять. Значит здесь что стоит? Врем혀. Двадцать шесть. Или надо evento. Или — тридцать десять. Или тридцать? А, ну только от тридцать двукать мы дойти не успеем. До чего дойти? До тридцать двуку, мы дойти не успеем, а вот от тридцати до тридцать двуку. Ну да, ну спесь пор уже. мы не успеем. Ну, что — top six подошел. Значит, от тридцать двук убираю. Только двадцать шесть? Пишу сюда, все помнят, да? Да. Пишу сюда 26. Сюда, соответственно, что пишу? Двадцать. Что было сильно? Двадцать семь. Двадцать семь, да. Двадцать семь. Двадцать семь. Молодец. Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. Конечно, здесь стоит двадцать девять. Ну, тридцать на ней четыре. Чтобы успеть сюда. Здесь должно быть тридцать. Здесь тридцать девять. Молодцы. Здесь будет тридцать девять. Дальше непонятно. Но мы уже запомнили огромную часть на степень. Весь угол заполнен. Здорово. Непонятно. То ли здесь, то ли здесь. Есть вариант, где, ну, точно, где располагаются пятьдесят три и пятьдесят один. А, что он будет дойти с, значит, с дикселем до сорока восьми. Да. Мы отсюда, вот, если мы здесь туда поставим пятьдесят один, то мы отсюда просто не выйдем до сорока восьми. Потому что отсюда можно просто никуда. От двенадцати. От двенадцати. От двенадцати надо куда-то выйти. От двенадцати. Вот смотрите, вот с чем он соединен? С тринадцатью. Вот с этими полями. Конечно, одиннадцать. Только сюда. Очень хорошо. Здесь окружается десять и много три, а девять и много два. Нет, девять и много два. Десять. Понятно. Десять. И все, чтобы это похоже на знания. И добиться, чтобы когда-нибудь компьютер выиграл международную олимпиаду по математике. Ну, для начала, знаете ли вы что такое международная олимпиада? Там сейчас от страны шесть участников. В том году, когда я участвовал, нас было четыре. Это был 1982 год. Тогда у Советского Союза совсем было плохо с валютой. И поэтому вместо тогда положенных восьми человек послали только половину. Таким образом страна экономила валюту. Это немножко смешная штука, потому что, мягко скажем, немного она на этом сэкономила и на таких вещах. Экономить надо совсем на другом. Надо успешно прекратить войну в Казахстане, и денег стало гораздо больше. Ну ладно. Тогда у нас всего четыре человека. Сейчас команда от страны, как и от большинства других стран, это шесть человек. И эти задачи – это что-то самое-самое тяжелое, которое можно решить, формально говоря, не выходя за рамки школьных программ. Понятно? Понятно. Смотрите. В принципе, как ведущие считают, что эта задача может быть… То есть они не считают это бесконечно трудным. И думают, что через какое-то количество времени они эту задачу решают. Что произойдет тогда? Замечательная вещь. Вдруг выяснится… А, международная ребята – это очень тяжелая задача. Очень тяжелая. И мало кто из страны на этом не работает. То есть не надо, нужно четыре человека, ну, я не знаю, ну, десятых, двадцатых человек, Ну, я вообще это такой… Иногда играть. Так вот, если вдруг выяснится, что компьютер это сумел, то будет сделан очередной шаг к тому, чтобы интеллектуальной деятельностью занимались компьютеры. Все знают, что в шахтной компьютере играют намного лучше человека. Конечно. Нет, не конечно. Было очень много лет, когда казалось, что этого никогда не будет. Когда в шахматы компьютер играл. Все эти комбинации? Да, они сами. Нет, 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 нет. В том-то, ребята, не проблема. Есть, конечно, способ получить компьютер отдельно в комбинации, отдельным началом и так далее. Но задача была решена совсем по-другому. Компьютер решает шахматы как любую игру. То есть, если написать какие-нибудь совсем другие правила, то человеку придется привыкать довольно долго. Вот я очень люблю играть в шахматы. Абсолютно на любительском уровне. В каких-то мерах я никогда не участвовал. И профессионально никогда этим не занимался. Но шахматы не устраиваются. В качестве отдыха. В общем, замечательная штука. Так вот, вы понимаете, если мне дать изменить немножко правила, даже не немножко, а просто, то я буду очень долго соображать, а как же там это дарить. А компьютер это будет без разницы. Потому что он просто считает на много-много-много-много вариантов вперед. И он решает любую игру. Может быть, слышали, есть такая игрока? Да. Там очень много вариантов, и компьютер в человеке тоже победил. Понимаете, что это означает? Это означает, что через такое-то количество лет в интеллектуальной работе, скорее всего, компьютеры, ну, в общем, не перейдят в интеллектуальной работе. А что это означает? Что на наших глазах происходят очень существенные изменения вообще во всей жизни человечества. Потому что очень долгое время мы считали, что главное, что у нас есть, это мозги. Правильно? Да. Собственно говоря, и всех животных мы победили, ну, стали таким любимым видом, благодаря тому, что у нас мозги большие, а у большинства животных они маленькие, да, у нас. Веечество у нас совсем не так много, много чего у нас было. Не так много, как хотелось бы. А вот за то, вот, и тут вдруг компьютеры на наших глазах становятся намного умнее. Является ли это традицией? Да, нет. Вообще-то, нет никак. Потому что в свое время точно так же думали, что люди всегда будут бегать между городами и оставлять почву. или скакать на лошадях, или там на лошадях возить хрус. Правильно? Сейчас никто это не делает, и мы, по этому поводу, не плачем. То есть, в принципе, при нормальном отношении не страшно, если компьютеры будут там глубокие людей. Понимаете? Ведь, когда самолет летит, вы же не плачете, что вы не можете взять добылышку и помахать за репутацию. Правда, вы летите и летите. И точно так же компьютер думает гораздо лучше, чем люди. С огромной вероятностью это повезет идет во время ваших людей. Может быть, слышали, есть такой Гарри Каспаров. Да. Гарри Кивович Каспаров. Он был 12-й чепион мира Ашан. Его историю знайте? Да. Замечательная история. Он был великим шахматистом. Совершенно замечательно. И в некоторых миллионов чепион мира все остальные очевидные слабее него. и так далее. И представьте себе, в некоторый момент он сыграл матч с самой сильной на тот момент программой. И я то ли ничью, то ли выиграл. Ну, в общем, в какой-то момент, в очередной раз он проиграл, и он понял, что вот еще немножко и компьютеры станут... Ну, собственно, как сейчас уже произошло, и он тогда принял решение уйти из шахмат. Поняли почему? Потому что если вы создали устройство, которое играет намного лучше вас, бессмысленно себя изнурять тренировками и так далее. То есть порядок в качестве отдыха, пожалуйста, сколько угодно, да? Так же, как сейчас есть люди, хотя есть автомобили, но есть люди, которые бегают, не знаю, по парку, да? Вовсе не потому, что они хотят, не знаю, всех обогнать. Все это одно. А? Все это одно. Вот. Автомобиль все равно ездит быстрее, да? И вот, значит, Каспаров привел решение остановиться в своих профессиональных занятиях шахматами. Вот. Ну и это, в общем, было разумно. То есть умнейшие люди мира не должны заниматься тем, чем компьютеры занимаются лучше. Если в какой-то момент вдруг произойдет, что вообще интеллектуальная деятельность уже не для людей, то это будет очень сильная изменение в ситуации. Я повторяю. Не очевидно, что оно произойдет применение в жизни, но более или менее очевидно, что оно при вашей уже произойдет. А это означает огромное количество фундаментальных изменений во всей жизни. Вы понимаете, что во время вашей прибыли огромное количество профессий исчезнет? Ну, типичный пример профессии, которая точно исчезнет. Может привести? Да? Строитель? Проганец? Нет. Ну, она изменится. Нет, нет. То, что строить что-то новое нужно, это уж точно. Нет, она изменится. И как раз профессия строителя просто изменится техника, изменится строительные материалы. Да. Экономист. Ну, почему? Как-то рассчитывать какие-то процессы. Опять-то, что-то изменится. Да. Машиностроение. Станки всегда нужны. Нет, ребят, я говорю именно про массовую профессию. Скорее всего, не станет профессией водителем. Доктора? Водителем. 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 на примере того, что сейчас происходит вот с этим самым удаленным обучением и так далее, вдруг оказывается, что в огромном количестве случаев проще там книжку почитать, проще посмотреть, сказать, что профессиональный учитель точно очень сильно изменится. И так далее. И про это самое, то, что вы упоминали, тоже, ребята, будет все очень сильно и очень быстро меняться. Вот, например, сейчас идет война между Азербайджаном и Армией. Знаете? Да. Большую часть потерь отечественной семьи и воистов, знаете? От голода. От чего? От голода. Нет, нет, там голода еще не началась, а война 5 дней назад началась. Нет, нет, никакого голода даже не могло начаться. Основные боевые потери от чего? Ранее. Один из пилотных летательных аппаратов. Вдруг выяснилось, в основном, все, кажется, со стороны Азербайджана, что летит самолет маленький, красавчик совсем дружечный, но в нем нет пилота. Он летит, ну и там бомбочку бросает, или там ракету пускает. Или еще, смотрите, смотрите, те, кто воюет этими самыми штуками, могут быть за сотни километров, может быть, и за тысячу километров от места этой самой войны, и при этом, в общем, наносить очень бэк, понятно, да? Вот. Эти самолеты выглядят маленькими, но учтите, что в обычном самолете вообще-то немаленький учитель занимает пилот. Ну, кабины пилота, да, там всякие там средства дотокрутирования, средства управления и так далее. А в этом беспилотники. Там есть просто электронная схема, какие-то там камеры, которые показывают, где он летит, какие-то приборы, которые... И вот, и нет места для летчика, поэтому они меньше, а вредоносного снаряжения нести очень немало. И много всего другого. То есть даже военное дело будет страшно меняться. И вдруг выяснится, что все, о чем мы учили, там, как сто лет назад воевали, все изменится. Это я думаю, что жизнь меняется быстро. И, кстати, совершенно не очевидно, что лучше. Потому что вот этот вот мир, когда, в общем-то, большинству людей нечего делать, то есть огромное количество безработных, в общем, не очевидно, что так уж симпатичен. Потому что, если большую часть всего делают роботы, а вы не попали в число тех, кто этими самыми роботами занимается, то вдруг выясняется, что вы, в общем, не особо нужны. Ну и так далее, и так далее. Это я думаю, что все будет быстро меняться. Прямо того, что 9 на B2 и 10 на D3, просто потому что... Ну, а, тогда вопрос. А что может стоить на B2 и на D3? Потому что на A5 дальше... там, как бы, есть еще прям... Потому что все осталось совсем легко. Совсем легко. Давайте еще потом 3 минуты подожду, может быть, тут и 2 сообразия. Дальше я сам расскажу, но лучше сообразить. Я думаю, что, ну да, 7-8, сюда 9, потому что если мы поставим сюда и так продолжим, мы закроем вот эту меру, чтобы вот никак мы к этому вернемся. Я думаю, что мы не очень понимаем. Меньше философии, больше конкретных добростей. Смотрите, если у вас 5-5, либо здесь, либо здесь, то у 5-5 есть только 3 варианта. Вы получаете? А, не много, 3 варианта. Вы получаете? Посмотрите на поле, на котором написано 36. А, практика... Практика... Практика 34. Да, 4 надо. А, то есть 33 на D... Быстрее. Здесь... 35 может быть только здесь или здесь. Молодец. Число 36 не может идти сюда, правильно? Да. Колька 36. Но и сюда тем более, да? Вот, потому что совершенно не так. Значит, вот так вот, да, машина. Или здесь 35, 36, 37, или здесь 37, 36, 35. Вот это и нужно записать. Это и нужно записать. Ребята... Держи. Вот здесь вот либо 35, либо 37. И здесь то же самое. Либо 35, либо 37. Так вот, я не собираюсь размышлять над тем, что здесь. Да, пожалуйста. А, в клетке... В клетке... Выйди, покажи. Выйди, посмотри, покажи. В этой клетке может быть только 37. Почему? А, потому что если мы пойдем сюда, то 35, 34, 33. И что? То есть мы можем пойти... То есть у нас здесь будет 37, 36, 36. Я все занятие говорю о том, что если у вас что-то получается, то это никакой информации нам не дает. Важно, когда что-то не получается. Сойдитесь, пожалуйста. Так вы не поняли, о чем мы говорим здесь. Да. То есть у вас что-то получилось, ничего нам не дает. Важно, когда единственный вариант. Вот тогда мы его пишем. Два варианта, где нужно быть 34. Я думаю, что здесь нужно 35, потому что... Господи, садитесь. Я сказал, не смотрите на эти 35, 37. Вот еще будет непростая вещь. А, ну на пересечении только D, 7. Не торопитесь. Подождите, пожалуйста. Минуту подождите еще сейчас. Что? Важно, что на этом поле то ли 35, то ли 37. На этом тоже то ли 35, 37. Неужели вы не видите поле, с которого после этого можно единственным способом выйти? Получи. Нет. Нет. Д3. Ну, тогда на Е6 не только 34, а на Д. Нет, слушайте, какой черт, а почему вы не можете пить простые вещи? А, ну, значит, девятка на В2, потому что там может быть 35, 37. Покажи, посреди. Ну, если тут у нас уже не может быть девятки, то, соответственно, для девятки, то мы... С поля, где стоит число 8, как-то выйти надо. Сюда нельзя, значит, мы должны идти сюда. А значит... Десять на десять. Десять, значит. Ну, десять на Д3. А значит, здесь десять, один, и все хорошо. Да? Угу. Поняли? Да. Мы все, мы уже нижний плейдерский запомнили. Осталось ехать. Так, дальше смотрим. На, так. Смотрите внимательно. Мы с... Осталось буквально чуть-чуть. На 5,39. Почему? Ну... Давайте смотрим. Вот это поле соединило с 18, но это бессмысленно, потому что 17, 17, 19. Неинтересно. Соединило с двойкой, но это неинтересно. Один, два, три. Значит, на самом деле, здесь число 40. То ли 39, то ли 41. Так, а как у нас вообще число 40? Скорее всего, 30. Непонятно. То ли 39, то ли 41. То ли все можем соединить. А давайте напишем. То ли 39, то ли 41. Ну, а 41 сейчас тогда соединить на... И сюда то же самое. Наоборот. То ли 41, то ли 39. Хорошо. А мы 39, в основном, где соединить не сможем. С чем? Ну, там, с 37. А где у нас 37? Внизу и наверху. Что такое внизу? Не понимаем. Мы не знаем, где 37. 37 на одном из двух полей. Правильно? Ну, да. Вот или здесь, или здесь. Непонятно. К сожалению, непонятно. Не, ну почему же? 53, 100% на B6. Ну, потому что все другие ходы перекрыты. Мы отбудем... 53 здесь или здесь. Не знаю. 50% на B6. Надеюсь, стало чуть-чуть перекрывается. Ну, вообще. У нас получается 39, либо здесь, либо здесь. Да. Мы до 37, не важно, где у нас 39, можем дойти только до сюда. Либо так, либо так. Да. Поэтому просто я не знаю, что в самом деле дать. Что? А если у нас 37, 37. Непонятно. Ну, не важно, где у нас 39. Да. Здесь есть вещь. Но мы можем дойти только до 1, где возможности кси. До этого. Сейчас, давайте. Иди. 37, 38. А, ну это правда. Вроде бы вы правы. 38 на B7? Я говорю 38, наверное, на B7? Да. Ну, у меня на самом деле сейчас возникла мысль, что на самом деле здесь еще легче есть одно сомкранение. У нас есть одно сомкранение. Сейчас, как бы это вам сказать. Идея вот такая. Смотрите. Смотрите. Вот смотрите. Вот 46 видите? Да. 47 видите? Да. 48 видите? Да. Замечательно. А где 49? А, да. Что? А, да. Видите, да? Что больше никуда не попрыгнешь. Значит, здесь 49, да? Да. Замечательно. А если мы знаем, что здесь 49. Соответственно, 50 должно быть. Смотрите. Если сюда попрыгнешь 50, здесь же где-то стоит 50. А, значит, 50. Значит, сюда. 56, 51 наверху. Поняли, да? Да. 50 и 51. Единственное. Да. Да. Значит, там 100% 51 и 52. Так, сюда пишем 51. Сюда пишем 53. Вообще, то, что вы сказали, тоже было очень хорошо. Так. Единственное, я уже успел забыть. Что вы тогда сказали? Я же сказала, что нам не нужно где-то 39. То есть, мы сможем попасть в колеку 37 только на цепность. Потому что сколько натуральное на ВВС мы больше не сможем. Угу. Так, на самом деле. Ну, хорошо. Он сказал, что... Да, да, да. У меня еще такой вопрос. А где что стоит? А, не так какая-то цепочка, по идее, должна быть? Случайно, какая. Хм. А, мой отличный вопрос. Так. Вот смотрите. Вот это поле, вообще-то, связано с таким большим количеством полей. 50-9, 60-60, это так? Это, значит, интересно. 44. А вот 44 интересно, потому что 43 у нас пока нет. 43 у нас нет, да. Ну, единственное поле, где оно может быть. 45 у нас есть. Значит, 44. 44, интересно, да. 50-51. Так, а может быть здесь 49? 49? Да. А, как? Мы говорим, у нас 49 толстой. Если здесь 49, то тогда здесь будет 48. У нас уже 49. У нас уже есть 49. А, да. Надо 8. А, да, вообще-то... У нас 49 уже есть. Значит, здесь что? 43. 43. Значит, 44 на где-то... 44 на... 44 на... На Е8. На Е8. Нет, 44 будет. То есть здесь что? То есть здесь 42. 41. 41 обязательно есть. Согласны? 41, да. Значит, 39 на 5. Ну, 39 на 5. Давайте покажу. Вот. А, 40 вот. Ну, да. 39 вот. Так, 39 вот. Я осталась решить вопрос. А, 30-3 печей. И 36 нет. На В7 здесь 38. Здесь 38, да? Да. Потом 30... Здесь 37. 37... Вот здесь 37. Да, 36, 35. Все, решили наконец, снова вернусь. 36, 35. Нет, еще не решили. А, в последних лет остался. Там 34 значит. Кто там? 34 значит. Нет, 36! Почему 36? Уже есть 36. 36 есть. Значит там 34. Все.